Это не танцы на траве. Эти приплясывающие люди – участники воздушного боя на кордовых авиамоделях. Правила просты. Сражение длится 4 минуты. За каждую секунду в небе игрок получает 1 балл. За отрезанную ленточку противника – целую сотню. Стоит заметить, что за столкновения в воздухе баллы снимаются, а не прибавляются. Хотя оба пилота остаются на земле, в небе кипят нешуточные страсти. Скорость – 150 км в час. Пилот управляет самолетом с помощью корда или металлического шнура. Если снять всю ленту, допустим, отрубить всю ленту, то уже выиграть этот бой очень тяжело. Потому что соперник делает просто два труба и по очкам выигрывает бой. То есть там правила такие – каждая труба – это 100 очков. Иногда приходится физически очень сильно потрудиться. Проиграл в четвертом туре эстонцу, он вплоть до того повалил меня на землю. Воздушными боями Станислав Кулашкин занимается больше 25 лет. За это время успел стать призером чемпионатов России и Европы. А в начале августа во французском блондрейсе стал чемпионом мира в личном зачете. Там же сборная Молдовы заняла второе командное место, уступив верхнюю строчку лишь соседям из Украины. К слову сказать, в чемпионате принимало участие около 100 команд. В нашем классе 30 стран, даже такие экзотические, как Монголия, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, США, Европа вся. Но в основном наши, я не помню, где-то 10 боев провел один австралиец только попался. В основном бывшие СССРовцы. Несмотря на все усилия, столкновений в воздухе часто избежать не удается. Поэтому участники обычно приезжают на соревнования с целой эскадрильей резервных моделей и запасных двигателей к ним. Я зарегистрировал 16 самолетов, поскольку бывает, что проведешь 2-3 боя, ничего не ломается. Бывает, что за один бой можно сломать два самолета. Авиамоделирование и воздушный бой – это альтернатива для тех, у кого душа рвется в небо. А возможности сесть за штурвал самому – нет. Профессионалы уверяют, освоить управление пластиковым самолетом не легче, чем научиться пилотировать настоящий. Евгений Ваньковский, Юрий Кусу. Сегодня в Молдове.